Пятый раунд газовых переговоров России, Украины и Евросоюза завершился общим выводом. Обсуждение придется продолжить. Очередная встреча в трехстороннем формате пройдет в Брюсселе либо сегодня вечером, либо завтра утром. Как бы то ни было, уже до конца этого дня нафтогаз Украины должен перечислить России 2 миллиарда долларов. Прежние договоренности о погашении Киевом долга за топливо остаются в силе. За ходом переговоров следит наш специальный корреспондент в Брюсселе Дмитрий Хрусталев. Очередной, уже пятый раунд переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС назначили в Брюсселе на вечер понедельника. Встречу на этот раз устроили не в здании Еврокомиссии. Из-за праздничного дня в Бельгии она была закрыта, а в представительстве земли Баден-Вюртемберг. Здравствуйте. Что, что? Украина перевод сегодня? Украина сегодня? Мы не договаривались. Переговоры затянулись до поздней ночи. Стороны сначала провели две двусторонние встречи в формате Россия-ЕС-Украина-ЕС, затем трехсторонние. Окончательных результатов не было. После небольшого перерыва переговоры продолжились. Российская делегация перенесла вылет в Москву с вечера понедельника на вторник. Переговоры пошли по второму кругу. Уже глубокой ночью к журналистам первым вышел Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер. У нас остались открытые вопросы в переговорах, различные позиции по решению некоторых вопросов, но мы договорились продолжить диалог. И украинская делегация и российская должны обсудить сложившуюся ситуацию со своими правительствами. Стало ясно, два ключевых вопроса – украинский долг и новая цена за газ – пока так и остаются неразрешенными. Мы хотим достичь договоренности о справедливой рыночной цене на газ для Украины. Есть определенные продолжения сегодня со стороны Европейской комиссии, которую мы взяли к рассмотрению. Есть хорошая новость, что переговоры будут продолжены. Хотя уже сегодня, как заявляла российская сторона, Киев должен погасить задолженность за топливо. Если этого не произойдет, «Газпром» может ввести режим авансовых платежей. Те договоренности, которые были на последних консультациях достигнуты, о необходимости погашения задолженности в размере 1,451,000,000 долларов США за ноябрь-декабрь остаются неизменными в срок до 10 июня, а также частичные оплаты в размере 500 миллионов долларов за должности, накопившиеся за апрель и май месяц. Говорили на переговорах и о пакетном соглашении, а также впервые обсуждался вопрос о цене на газ за летние месяцы этого года. Сегодня же украинский министр энергетики заявил, что Россия предложила формировать скидку только за счет снижения экспортной пошлины на газ. То есть цена за тысячу кубов составит 385 долларов. Однако с такой ценой Киев не согласен. Первый и пока единственный платеж – 786 миллионов долларов. Это деньги, которые Украина заплатила за российский газ за февраль и за март месяцы. Будет ли от Украины следующий транш и будут ли решены другие вопросы? Уже сегодня вечером в Брюсселе очередной шестой раунд трехсторонних переговоров по газу. Дмитрий Хусталев, Илья Бернацкий. Вести. Брюссель.